Законопроект о гимне Хабаровского края приняли депутаты Законодательной Думы региона в первом чтении. Он включает в себя порядок использования гимна. Депутаты также поддержали инициативу губернатора Михаила Дегтярева о том, что итоговую версию гимна в ходе интернет-голосования должны выбрать жители края. Подробности далее. Перед депутатами выступила заместитель министра культуры Хабаровского края. Летом был проведен конкурс на лучший текст гимна. В нем приняли участие 36 авторов. Лучшим был признан текст генерального директора Хабаровской краевой филармонии Игоря Мосина. По результатам конкурса Министерство культуры края разработало законопроект о гимне Хабаровского края. По законопроекту, который мы внесли, благодаря губернатору края, его необходимо будет исполнять на первом и последнем заседании Думы, на подъеме флага Хабаровского края, на торжественных мероприятиях, на спортивных мероприятиях, культурных, больших мероприятиях. Закон о гимне края депутаты приняли в первом чтении, тем самым выразили согласие гимну «Края быть». К творческому произведению, как к символу, предъявляются очень большие требования. Это идентичность нашего Хабаровского края, это бренд Хабаровского края, но еще неважной составляющей является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Я не сомневаюсь, что у нас в итоге получится действительно самое главное музыкальное произведение, которое будет отражать всю полноту нашего Хабаровского края. Конкурс на музыку к тексту Игоря Мосина, который депутаты одобрили в первом чтении, будет объявлен в ноябре. После этого три варианта гимна будут выставлены на голосование жителей края, которые выберут финальный вариант. Голосование продлится до 1 апреля. После этого музыкальный символ региона должны утвердить депутаты. Гимн у Хабаровского края появится впервые. Арина Солдатенкова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».